Неровный асфальт, который латали из года в год десятилетиями, теперь в воспоминаниях. На его месте благоустроенный тротуар. Пешеходную зону на Советской начали реконструировать еще в мае. К концу июля центр города заиграл новыми красками. Почти 3,5 тысячи квадратных метров тротуара устроено от площади Октября до проспекта Комсомольского по двум сторонам дороги. Небольшая часть этого тротуара выполнена из асфальта бетона, но основная часть 3,3 тысячи квадратных метров выложена новой цветной качественной брусчаткой. Новая тротуарная плитка заверяет производитель прослужить не одно десятилетие. Именно такую использовали для благоустройства набережная, бина, горного парка, аллеи проспекта Ленина, пешеходная улица Молотобольская и многих других любимых мест горожан. Материал устойчив и в жару, и в мороз. Одно из основных параметров, которые обладает тротуарная плитка Олом, это морозостойкость не менее 200 циклов и прочность 30 мегапаскалей. Что это такое? Это значит, что для разрушения плитки размером 10 на 10 квадратных сантиметров необходима нагрузка в 30 тонн. Барнаульцы уже успели оценить по достоинству преобразившуюся улицу. Говорят, радует глаз и приятно пройтись. Это очень хорошо, что сделаешь, хоть не запинаешься. Прекрасно, сейчас хоть нормально стало, а то идешь. Я бы сказала, но не будем, что это было. Конечно, это приятно, когда город облагораживается. Приятно ходить по улицам. Ой, да вы что, вот здесь парковку сделали, и то у меня самое лучшее и тротуарчик. Вообще классно. При производстве плитки Олом, по которой ежедневно проходят сотни людей, используют исключительно качественные экологические материалы. Завод Жибы и Сибири производит тротуарную плитку уже 20 лет. В этом году ее было изготовлено больше 150 тысяч квадратных метров. Олом активно покупают и в край, и за его пределами. Алтайская плитка облагораживают улицы, скверы Новосибирской, Кемеровской, Омской областей. Мария Микшута, Николай Шилко. День с толком.